Друзья, мы начинаем наш вебинар. У нас уже подошло время. Поскольку в прошлый раз было не все в порядке со звуком, я попрошу вас написать в чате, ага, вижу уже плюсики, хорошо ли меня слышно. Ну, отлично. Сегодня звук есть. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Наша тема называется «Книжный клуб онлайн. Идеи и варианты». И я буду рассказывать о самых различных вариантах ведения онлайн книжного клуба. И, ну, по ходу дела станет понятно, что таким образом можно проводить не только книжный клуб, но и вообще любой другой клуб по интересам, так или иначе привязанный не только к книге, но и к кино, и к любой другой, к любому другому хобби. Ну, поскольку мы тут все библиотекари, то нас, конечно, интересует в первую очередь книжный клуб или какой-то тематический клуб, где темы изучаются в основном с помощью книг. Начну я, пожалуй, вот с чего. Если у вас уже есть свой онлайн клуб книжный или у вас был офлайн клуб, и вы сейчас думаете о том, чтобы перевести его в онлайн формат и продолжать работать этим клубом, ну, потому что детям хочется продолжить это общение. В фейсбуке есть специальная группа, где собираются все, кто ведет книжные онлайн клубы для детей и подростков. Ну, как, не все, конечно, но там собралось уже несколько специалистов, при этом как профессиональных библиотечных работников, так и людей, которые просто решили вести такой клуб для своих детей и детей своих друзей. То есть такие самодеятельные, они обмениваются опытом, проводят постоянные созвоны, рассказывают свои идеи, что они как проводят. И часть идеи из тех, что я сегодня буду озвучивать, я почерпнула из слов участников как раз этой группы, из их видеосеминаров, которые они проводят друг для друга и выкладывают видеозаписи в открытый доступ. То есть это не какая-то там информация, которую можно получить только за деньги или еще как-то, нет, это все совершенно такое бескорыстное взаимное обогащение. Так что, пожалуйста, вступайте в эту группу и тоже делитесь там своим опытом и перенимайте опыт чужой. Зачем вообще нужен книжный онлайн-клуб? Я пока не участвовала в такого рода онлайн-клубах, я совершенно наивно думала, будто он нужен для чтения книг. Но на самом деле для чтения книг никакой онлайн-клуб не нужен. Для чтения книг нужна книга и специально выделенное на ее чтение время. А онлайн-клуб, он нужен для принципиально другой вещи. Он нужен, во-первых, для общения, во-вторых, для самовыражения. Особенно это касается подростков. Но я сама в данный момент посещаю два онлайн-книжных клуба и один онлайн-киноклуб. Я могу вам сказать совершенно точно, я думаю, те, у кого есть подобный опыт посещения такого рода встреч, со мной согласятся. В общем-то, там главное не столько книги, сколько общения, которое возникает на базе. И тот факт, что вы можете вслух сформулировать какие-то идеи, которые у вас появились во время чтения книги или просмотра фильма, обсудить эти идеи, и таким образом они станут для вас самих более четкими, более стройными, лучше аргументированными и так далее. Третья важная цель любого подобного клуба – это, конечно, обогащение внутреннего мира. Иногда взрослому человеку во всей этой повседневной суете и подростку, который готовится к экзаменам, у него много уроков, или маленькому ребенку, чья жизнь расписана между кружками, секциями и школой, трудно найти время специально для чтения. А для клуба, в общем-то, такое время найти проще, когда ты знаешь, что, ага, в воскресенье мы будем обсуждать вот эту-то повесть, 200 страниц, и как-то находишь время для чтения этих 200 страниц, и, ну, таким образом, это такой стимул обогащать внутренний мир. Ну, и, наконец, в процессе, в котором объединяются эти общения, самовыражения, обогащение внутреннего мира, неизбежно в голове выстраиваются какие-то важные связи мысленные, которые помогают прокладывать мостик от книги к книге, между книгой и фильмами, между книгой и компьютерной игрой, между книгой и окружающим миром, вообще между книгой и вашим личным жизненным опытом. Ну, кстати, именно последний пункт особенно важен в подростковых книжных клубах, и это и мой опыт подсказывает, и опыт всех людей, которые рассказывали о своей работе с подробками в формате книжного клуба, вообще подробку очень важно, соотнести опыт книжного героя со своим личным и рассказать, а вот у меня в жизни было вот так. Ну, и вот эти параллели тоже, конечно, делают нас людьми более опытными, более культурными, более знающими, ну, и помогают найти своих людей. Так что, в общем, книжный клуб, он только во вторую очередь для книжек. В первую очередь он для общения и для самовыражения, как и, в общем-то, абсолютно любой другой клуб. Я расскажу о нескольких взрослых онлайн-клубах, в которых либо я сама принимала участие, либо я просто, ну, ходила туда, ну, как ходила, виртуально ходила, поскольку это онлайн-клуб, разбиралась, как они работают. Почему я про это расскажу? Просто потому, что этот формат, он достаточно универсален и подходит для любого абсолютно книжного клуба, ну, кроме, конечно, книжного клуба, в котором будут встречаться маленькие дети 7 лет, там будет немного по-другому, но об этом мы поговорим дополнительно. Какие, например, есть книжные клубы, которые работают сейчас? Первый книжный клуб, в который я пошла, заинтересовавшись этой темой, называется «Книжный клуб Туду». Его ведут двое библиотекарей из Московской области, Маша и Маша. Они ведут его на такой платформе, как Zoom. Думаю, с платформой Zoom все знакомы, даже если сами не работали, то, может быть, дети уроки слушали или еще что-то. Такая она сейчас достаточно универсальная. Вот в 2020 году о ней, кажется, узнали все. В этом книжном клубе читают рассказы. При этом он работает в очень специфическом формате, который придумал такой известный педагог-новатор, как Дима Зитцов. У него есть своя школа Апельсен в Санкт-Петербурге. Он ведет передачи о педагогике на радио «Маяк». Ну, в общем, достаточно известная медийная персона. И плюс, когда-то давным-давно они со своей женой зачинили книгу «Практическая педагогика», в которой описали формат вот этого книжного клуба, назвав его «Кафе-медраж». Почему «Кафе»? Потому что в этом клубе действует такая логика обеда. Начинается он с закусок. А закусками являются цитаты. То есть каждый, кто пришел на встречу, может попросить, и ведущий даст ему цитату. И участник зачитывает эту цитату, потом говорит какие-то свои мысли по этому поводу. Ну и затем цитата высказываются другие, то есть она обсуждается всеми участниками, затем переходит к другой цитате и так далее. Несколько цитат. Дальше идет основное блюдо, и это основное блюдо рассказа. Вообще все цитаты, которые в начале встречи читаются и обсуждаются, они все так или иначе имеют тематическую привязку к рассказу. Это важно. Это не какие-то абстрактные великие мысли великих людей. А вот если у нас рассказ будет про кошек, про любовь и про творчество, то все цитаты будут так или иначе об этом. О чем это говорит? Это говорит о том, что требуется такая существенная предварительная подготовка. Нужно отобрать какие-то самые интересные, при этом подходящие по теме цитаты. Потом рассказ. Он читается непосредственно на встрече клуба. Ну то есть ведущие кидают ссылку в Zoom, все переходят по этой ссылке и минут 20 читают. И по ходу чтения необходимо задать какой-то свой вопрос к тексту. Например, почему герой по имени Джек выбрал уплыть в голубую даль, вместо того, чтобы остаться, работать слесарем на любимом заводе. Ну это я совершенно вот так из головы сейчас выдумала. То есть любой абсолютно вопрос, который у вас появился по ходу чтения этого текста и который для вас важен. Все эти вопросы записываются участниками в Zoom. Затем все возвращаются после чтения на обсуждение и начинают по очереди отвечать на этот вопрос. А кому как кажется. И вот так в ходе этого обсуждения рождается, не знаю, рождается ли истина, но то, что рассказ разбирается вот по косточкам до самых деталей и вы начинаете в нем видеть то, чего сами бы не увидели, это совершенно точно. В конце встреча этого клуба заканчивается так называемым десертом. Это либо стихотворение, тоже привязанное к теме рассказа, либо картинка, либо короткий видеоролик, ну то есть что-то такое, что тоже читается участниками и тут же быстро обсуждается. Одна встреча занимает в среднем полтора часа. Ну вот такой книжный клуб, которому не нужно никакой предварительной подготовки. Готовятся только ведущие. Им надо выбрать рассказ с потенциалом к обсуждению, им надо выбрать цитаты и так далее и тому подобное. А участники, они просто приходят и у них полтора часа вот такого интересной творческой деятельности и общения. Второй книжный клуб, в который я тоже сама хожу как участник, это книжный клуб Анны Пушаковой. Анна Пушакова вообще искусствовед, который специализируется на восточном искусстве, преимущественно японском, поскольку она знает японский язык и выбрала японскую культуру как специализацию. То есть у нее книжный клуб, на котором читают и обсуждают книги японских авторов. И там принципиально другой формат. Ну то есть тема это японская литература, а аудитория это все, кто ей интересуется. Так вот, какой там формат? На месяц вперед расписаны книги, которые будут обсуждаться. Тексты книг, ну поскольку это клуб платный, хотя плата и небольшая, тем не менее он платный, он закрытый. То есть она эти тексты книг покупает сама или запрашивает у издателей, выкладывает на специальные страницы клуба. Участники их скачивают, читают. В воскресенье, прямо с утра, все выходят в специальный канал Телеграм и начинают обсуждать эту книгу. Если вы как бы не можете выйти с утра, вы можете присоединиться к обсуждению днем. Или вечером только появилось время, можно прочитать все, что другие наобсуждали и добавить еще какое-то свое мнение. И Анна сама тоже модерирует каким-то образом эту беседу, выкладывает дополнительные материалы или какие-то трактовки, или что-то специфическое там из японской культуры, какие-то факты, которые необходимы для понимания этого текста. И вот таким образом эта беседа длится в течение воскресенья. Ну, затем на неделю все замирает, все опять просто читают и в следующее воскресенье опять обсуждают уже следующую книгу. Честно говоря, для меня, я пока не стала участвовать в этом клубе, я не могла себе представить, как оно работает, но тем не менее оно работает, это действительно достаточно интересно. И если я к воскресенью не успела прочитать, допустим, книжку, я просто не читаю этот чат, я дочитываю книжку, потом прочитываю обсуждение и, может быть, что-то свое добавляю в удобный мнение. Еще один формат, более классический, понятный и такой стандартный для того, что мы подразумеваем под книжным клубом, это группа осознанного чтения с Екатериной Ляминой, которая идет в Creative Writing School. Creative Writing School – это вообще школа писательского мастерства, руководит которой, если я ничего не путаю, Майя Кучерская, ну, если не руководит, то какую-то заметную роль играет и вообще у них там разные курсы, как стать писателем. Там курсы, как писать детскую книгу и так далее, они достаточно дорогие. Но помимо этого у них есть курс тоже платный, хотя там проводятся и бесплатные встречи, осознанное чтение, где именно читают и обсуждают литературу по темам. То есть этот курс, он именно не столько учебный, сколько клубного формата, где все участники высказывают свое мнение о текстах, но сама ведущая Екатерина Лямина, она очень профессиональный литературовед, переводчик, профессор высшей школы экономики, который действительно хорошо разбирается и в поэтике, и в истории литературы. Поэтому каким образом проходит заседание? То есть в начале она, в начале есть небольшая лекционная часть, где она знакомит там с автором, с концепцией, с приемами, поясняет, как текст сделан и дает какие-то вопросы для обсуждения. А дальше уже все обсуждают там, ну сколько, столько хотят, там два часа могут обсуждать, могут дольше. То есть вот такой книжный клуб при участии высокопрофессионального ведущего. Но есть и клубы, в которых нет никаких профессиональных ведущих, где собираются просто люди, которые интересуются предметом. И таковым является киноклуб проекта Баба Деда Ру. Вообще это проект для людей старшего возраста, тех, кто уже вышел на пенсию, но при этом не хочет там только сидеть дома и смотреть сериалы, а продолжает как-то какую-то активную жизнь и, может быть, продолжает работать, или если не работать, то занимается волонтерством, ну и так далее. В общем, такого рода проект. И у них есть киноклуб, совершенно бесплатный, то есть туда может прийти абсолютно любой. Киноклуб проходит еженедельно по средам. И там нет никаких киноведов и кинокритиков в этом киноклубе. То есть любой абсолютно приходит и участвует в обсуждении, спорит, соглашается или не соглашается. Ну, то есть по-разному. В конце встречи все выбирают следующий фильм. На протяжении недели его смотрят. Там кто уж где как может. На следующей неделе опять встречаются и обсуждают. То есть вот удивительно, но порой модератор и человек с каким-то высокопрофессиональным знанием не так уж необходим. Достаточно просто высокого интереса к предмету. Какой еще интересный клуб мне встретился? Например, клуб чтения одной книги. Не так давно, ну сейчас, наверное, около года назад уже на русском языке вышла книга Дэвида Хостера Уоллеса «Бесконечная шутка». Это такой огромный том, в котором больше тысячи страниц. Это достаточно сложное чтение. Я, честно говоря, эту книгу не читала, но не потому, что я боюсь тысячи страниц. Как вы понимаете, для меня вообще никакая не проблема. Просто сама тематика меня не заинтересовала, поэтому я не знаю, прочитаю я его когда-нибудь или нет. Но каким образом был организован этот клуб? Был создан специальный сайт, на котором один из переводчиков книги предложил «Давайте прочитаем за лето бесконечную шутку». То есть каждую неделю участники читали несколько страниц и в конце недели в специальной теме форума этого сайта обсуждали. Вот я тогда дочитала до такого-то, не знаю, что там Василий туда пошел. Или «Ой, мне понравилось», или «Ой, мне не понравилось». Ну, то есть разное может быть обсуждение. Кто-то пишет много и подробно. Кто-то просто на уровне «Понравилось, не понравилось». Ну, так или иначе, вот компании за три месяца они прочитали этот роман и достаточно подробно обсудили вот прямо по главу. Еще какой вариант это книжный флешмоб, который проводят участники форума «Сигма-Мару». Ну, вот там я ни разу не участвовала, но слежу за их форумом, за их обсуждением. Там голосованием выбирается какая-то книга, для этого заводится специальная тема на форуме. нет никаких особых дней, когда все обсуждают, ну, просто по мере чтения книги каждый участник форума высказывается, что он думает про эту книгу, сколько осталось прочитать, или вот я дочитал и думаю, вот это, или... А я дочитал, мне вообще не понравилось. Ну, вот так на протяжении недели или двух недель проходит чтение книги, потом они выбирают следующее. То есть это такое, только письменное обсуждение. что мы, какой выбор из всего этого можем сделать из рассмотрения всех этих разных клубов, это то, что клуб может быть совершенно любым и существовать как в письменном, так и в устном формате. То есть онлайн-клуб можно сделать по любой теме и почти на любой платформе. Но платформа должна быть легка в освоении, во-первых, ну и во-вторых, она должна делать возможным общение на равных. И в этом смысле, конечно, зум для видео встреч или ветка форума для письменных обсуждений это совершенно идеальный вариант. Вообще, то, что в клубах по интересам работает оффлайн, оно, как правило, достаточно хорошо адаптируется и для онлайн, даже если это кружок любителей вязания. И наоборот, тоже верно. В онлайн, конечно, есть ряд недостатков. На мой взгляд, самый важный из них это статичное положение тела и большая нагрузка на глаза. Я этого не особенно замечаю, но, видимо, это просто особенность моего организма. У меня как в детстве испортилось сильно зрение, а так я всю жизнь плохо вижу и хуже не становится. Но, тем не менее, многие мои коллеги сказали, что с переходом на тотальный онлайн у них у многих ухудшилось зрение. Повторюсь, что у меня нет, но я вот в этом смысле по всей видимости не показать. То есть, вот это, конечно, недостаток. Но есть и ряд преимуществ, в том числе преимуществ для детей. Во-первых, экономится масса времени на дорогу до этого клуба и обратно. Опять же, хоть дождь, хоть снег, хоть там ураган и землетрясение, ничто не мешает вам в своей уютной квартире налить чаю, тезть за компьютер и пообщаться с друзьями в формате онлайн-клуба. Ну и плюс, например, дети часто пропускают занятия, потому что они болеют. Ну как болеют? У них там нет, допустим, температуры, но болит горло и есть насморк. И они сидят дома, чтобы не заражать других. А вот для участия в онлайн-клубе такое состояние, как правило, не является помехой. Ну когда температура высокая, конечно, помеха. А когда человек чувствует себя в целом нормально, но все еще заразный, конечно, он никуда не ходит. А в онлайн-клуб он запросто может пойти. Плюс онлайн-клуб дает необычайную возможность широкого географического охвата. Вот те онлайн-клубы, которые я упоминала и где я сама как участник, там люди ну буквально со всего света. Тут, конечно, возникает дополнительная сложность для ведущих найти удобное для всех время. И я сразу скажу, что не получится найти то, что абсолютно для всех удобно. Выходы тут разные. Либо нужно делать такой классный клуб, чтобы участники вне зависимости от того, какое у них время, все равно очень хотели туда пойти и тогда это не проблема. Либо проводить в разное время. Иногда в воскресенье днем, иногда в пятницу вечером и так далее. Книжный клуб то-ду так делает. Ну, либо просто смириться с тем, что кому-то неудобно сказать. Да, мы понимаем, что вы бы тоже хотели, а вы в это время на работе, но извините, вы в другое время не можете. Какие-то компромиссы возможны, а какие-то возможны не всегда. Но тем не менее, все равно в любом случае онлайн-клуб дает больше возможностей для того, чтобы люди из других регионов России или может быть из других стран тоже принимали в этом участие. Какой алгоритм действий? Вот я хочу завестись в онлайн-клуб, что мне для этого надо? Или, например, у меня есть уже клуб в моей библиотеке, я его веду, ко мне приходят дети, а теперь онлайн, ну, мне надо перенести в онлайн, что делать? Ну, первое, это, конечно, определиться с концепцией аудитории, это важно в том случае, если клуба еще нет. Второе, это выбрать платформу, и это не всегда определяется удобством, да, иногда, например, деньгами, потому что некоторые платформы платные, а бесплатная версия недостаточно функциональна. Третье, это, конечно, выбрать книги и темы для обсуждения, хотя бы там на первые несколько встреч, и вообще желательно создать программу занятий на какое-то время вперед и тем детей, которые будут ходить, и их родители обязательно, работу с родителями, это вообще в онлайн-клубе очень важно, я про это буду говорить отдельно, ознакомить с этой программой. Следующее, что мы делаем, это мы готовим форму для регистрации, после того, как все зарегистрировались перед занятием, перед встречей, мы всегда делаем рассылку, в которой есть ссылка на вход, также мы делаем план занятия, хотя бы для первых раз, хотя вообще план занятия всегда пригодится, но и для завершения тоже лучше сделать форму обратной связи или вообще наладить постоянную обратную связь. Давайте теперь вот каждый из этих пунктов разберем подробно и если параллельно возникают какие-то вопросы или, например, вы уже решили эти вопросы, у вас есть ответ, пожалуйста, делитесь своим опытом в чате. Что касается концепции, вообще концепция онлайн книжного клуба это не что иное, как соотношение темы и вашей целевой аудитории. не для каждой аудитории подходит любая тема, не для каждой темы есть аудитория, а вот это сочетание, когда вы содержание адаптируете к тем людям, которые будут к вам ходить, это есть ваша концепция. Например, у вас дети 6-8 лет, и вы с ними читаете стихи и играете в словесные игры, развиваете или у вас есть подростки 12-14 лет, и вы устраиваете для них клуб, но не просто клуб, где мы что-то будем читать или что-то обсуждать, а вот мы читаем фантастические рассказы. Это такая понятная логичная концепция. Опять же, хороша для подростков почему? Потому что рассказ быстро читается, его можно прочитать непосредственно перед встречей, и подростки все-таки, как правило, довольно сильно загружены в школах, поэтому с короткими текстами подростками как правило выгодно работать. Или, например, вы знаете, что у вас есть любители каких-то длинных циклов, вы можете просто сделать клуб, на котором обсуждается большой цикл. Например, Хроники Нарнии мы почитаем на протяжении полугода. Там этих книжек 5 или 6, 5, по-моему, не слишком люблю Хроники Нарнии, поэтому все время путаю. Ну вот эти 5 книжек вообще на полгода можно растянуть просто-запросто. И обсуждаем по полкнижки в одну встречу. Или мы в каждую встречу обсуждаем одну книжку. Ну, как-то так. Может быть клуб обсуждения творчества одного автора. Когда у вас есть свой любимый писатель, вы хотите им поделиться с детьми с читающими, вы устраиваете клуб любителей творчества Крапивина. Книжек у него полным-полно. Можно читать несколько лет эти книжки и обсуждать. Потом еще выбрать самые лучшие книги автора, ну и вообще стать экспертами в творчестве этого автора. Или можно читать книги для путешествий, только про путешествия, да, и обсуждать эти литературные путешествия. Вообще иметь какую-то тему, пусть даже сформулированную достаточно широко, это всегда правильно. Это гораздо правильнее, чем говорить, ну вот мы просто клуб, где читают книги. Что за книги, какие книги, будут ли эти книги мне интересны. Ну то есть ребенок скорее всего задастся таким вопросом и вот эта неопределенность она скорее его откупнет от клуба, нежели пригласит кучать, ну, простимулирует участок. Ну и еще клуб можно делать чтение с родителями, когда и школьники, и родители обсуждают одни и те же тексты. Ну то есть вот моя позиция такова, что концепция обязательно должна быть. Нужно четко понимать с читателями какого возраста мы работаем и что именно мы с ними читаем, а не просто мы читаем с детьми хорошие книжки. Вот это не очень хорошо получается. что касается аудитории, опять же тут можно со мной поспорить, но что касается онлайн-клуба, мне кажется, что всегда группа детей близкого возраста это куда лучше, чем разновозрастная группа. То есть с разновозрастной группой работать онлайн очень сложно. С ними оффлайн-то работать не всегда просто. Я думаю те, у кого есть такой опыт со мной согласятся. Но оффлайн можно разделить на группы, можно старшим дать задания, чтобы они что-то делали с младшими. Как-то можно их организовать. А когда онлайн перед вами 9 квадратиков на экране и в каждом ребенок своего возраста, то непонятно на какого ребенка работать. На 7-летнего Ванечку, которому 5 минут надо почитать, а потом 5 минут с ним поиграть и пообщаться. Или там на 12-летнюю Анечку, у которой совершенно другой запрос. Но возможно у кого-то есть положительный опыт работы онлайн с разновозрастной группой. Я была бы благодарна, если бы поделились какими-то алгоритмами. Я удачных алгоритмов для такого варианта не нашла. Еще очень важно не забывать интегрировать новичков в группу в обводной части занятия, используя для этого какие-то специальные ритуалы и игры. Несколько вариантов я озвучу далее. Какие это могут быть игры для интеграции новичков. второе, как только мы определились с концепцией, мы также придумываем правила клуба. Но это не какие-то правила, как знаете, когда мы устанавливаем какое-то программное обеспечение, на свой компьютер нас просят поставить галочку соглашения об использовании, и это много-много текста, который, как правило, никто никогда не читает, если читает, ничего не понимает. Вот правила должны быть принципиально другими. Они должны быть короткими, понятными, логичными, буквально несколько фраз, но эти несколько фраз спасут вот прям все спасут, всю ситуацию. Например, мы всегда включаем камеры и всегда выключаем микрофоны. Почему? Мы включаем камеры для того, чтобы друг друга видеть, мы встретились для общения, выключаем микрофоны, чтобы не было лишнего шума. Но когда мы хотим сказать, мы там поднимаем руку и включаем микрофон и высказываемся. Или там пока я читаю, пожалуйста, задавайте вопросы в чате, если какое-то незнакомое слово или еще что-то. Или, например, давайте сейчас все высказываем себя в порядке очереди, пожалуйста, отметьтесь в чате, кто хочет выступить, а я буду по очереди отмечать, вызывать там в чате. Мы всегда уважаем чужое мнение и не используем каких-то таких слов. которые могут обидеть другого. Мы договариваемся, делаем мы или не делаем видеозапись, потому что дети не всегда любят, когда делается видеозапись, занятия. И эти правила короткие, там, чтение которых занимает, чтение повторения, которое занимает две минуты, с них вообще стоит всегда начинать. А теперь мы вспомним, как мы работаем. Плюс эти правила хорошо бы включать в рассылку, когда мы присылаем письмо, что завтра у нас встреча клуба, в такое-то время по такой-то ссылке, напоминаем, что мы там, тема будет такая-то делать будем то-то и напоминаем, что и дальше вот несколько пунктов, там, 4-5 пунктов наших правил. Они, вот это то, что всегда, ну, по крайней мере, всегда хорошо работал, какие-то исключения. Далее, ищем платформу. Какие у нас есть подходящие платформы для онлайн-клуба. Вот, на мой взгляд, хорошо подходит очень хорошо подходит Zoom. Единственное, что хорошо подходит платная версия. В бесплатной версии, в общем-то, примерно то же самое, что и в платной, но есть два сильных но. Первое сильное но это то, что бесплатная версия ограничивается 30 минутами для встречи. А за 30 минут не успеваешь онлайн-клуб провести. Это первое. Второе, без платной версии нет возможности разделять участников по виртуальным комнатам. А когда много участников, это порой бывает необходимым. Ну и платная версия, она прям не слишком дешевая. Но если там кто-то готов поделиться своим платным зумом или организация готова оплатить платный зум, чтобы он был, ну это прям совсем-совсем идеальный вариант. Есть платформа Google Meet. В ней меньше функциональных возможностей, на мой взгляд, чем в зуме. Ну вот я в Google Meet, с помощью Google Meet веду занятия в университете, а зум я часто принимаю участие как в читательских клубах или вот недавно, буквально позавчера, церемонию введения этого в книгу проводили в зуме. Ну вот зум мне нравится больше, но Google Meet на самом деле он почти такой же. Он бесплатный и, насколько я понимаю, сейчас доступен любому зарегистрированному пользователю Google. Есть такая платформа, как в Дискорд совершенно бесплатная, у нее есть хороший видеочат. Там есть ограничения по количеству участников видеочата, в том, человек 10 там легко может собраться. И видеочат работает действительно хорошо. На мой взгляд, для взрослых людей Дискорд немножечко сложноват в интерфейсе. А те, кому 12-13-14 лет, они запросто в этом самом Дискорде ориентируются, все в нем понимают. Почему? Потому что Дискорд это вообще чат игровой, который был создан для тех, кто играет в компьютерные игры, чтобы они там общались, проводили игровые стримы и так далее. Весь его функционал на это направлен. Мы даже в университете совещания категоральные Дискорде проводили, так что все можно под все адаптировать. Вот это, на мой взгляд, три идеальные видеоплатформы. Если кто-то знает еще какие-то хорошие видеоплатформы, которые подходят для книжного клуба, пожалуйста, поделитесь. Вот Дискорд, он чем хорош, что он совсем бесплатный и достаточно стабильный в работе. Ну и есть текстовые платформы. Другое дело, что для детского книжного клуба все-таки лучше видео. Но если вдруг есть ощущение, что зайдет текстовый, то, конечно, это может быть тема на форуме, это может быть канал в Телеграме, это может быть группа в социальной сети, это может быть даже специальный Google Doc или доска виртуальная, на которую мы цепляем свои впечатления о прочитанной книге, не знаю, по воскресеньям с 10 до 6 часов, потом смотрим, что получилось. Ну, на мой взгляд, текстовые варианты все-таки для детского книжного клуба подходят меньше, ну, почему? Потому что детям важно друг с другом пообщаться, рассказать о себе. В формате форума это не всегда удобно, не всегда имеет обратную связь, им важна обратная связь. Дальше, выбор книги. Ну, на самом деле для библиотекарей это совсем не сложно, выбрать книгу по теме, но и совсем игнорировать этот пункт я не могу. Тут важно вот что сказать, что опять же нет никаких правил, как мы выбираем книгу в онлайн-клубах. Вот в тех онлайн-клубах для детей, для взрослых, которые я видела, практикуют вот такие варианты. Первый вариант такой, что книгу всегда выбирает ведущая, что вот к следующему разу мы будем читать Дашевскую. Вот у нас в следующий четверг мы обсуждаем книжку Нины Дашевской, а вот еще через четверг мы будем обсуждать книжку Тамары Михеевой такую-то. Ну, то есть он выбирает книгу и как-то подсказывает, где ее найти. Заходим все на сайт Национальной электронной детской библиотеки и там ее читаем. Или все берем в нашей библиотеке, или еще как. Другой вариант это когда читаются книги рекомендованные детьми. то есть там ходят на клуб дети всегда примерно одни и те же и там Ваня говорит, да вот давайте почитаем вот такую мою любимую книгу. Все ее читают, потом кто-то еще предлагает. Вот по таким рекомендациям. Третий вариант это когда ведущие или участники формируют общий список, потом они голосуют и за какую книгу отдано больше голосов, такое не читают. Ну и наконец четвертый вариант, который мне страшно понравился в одном подростковом клубе. Он практикуется, там выбирается не книга, а тема для обсуждения. И каждый участник клуба, он какую-то свою книгу по этой теме представляет, рассказывает о ней. и они говорят в целом о теме, ну и заодно рассказывают о своих книгах, там я не знаю, тема роботы или тема загрязнения, очищения воды или еще какая-то тема освоения Марса землянами или еще что-то. Здесь это конечно очень интересный клуб и крайне интересное обсуждение, но здесь понятно, что нужны во-первых читающие дети, во-вторых какой-то по всей видимости опорный список, то есть если мы выбрали тему какую-нибудь освоение Марса или что-то такое, то понятно, что мы представляем список, а вот такие есть книжки по теме, ну или предлагайте какие-то свои, то есть участникам клуба надо на что-то опираться, дети не всегда так же здорово умеют искать книжки как библиотекари, а точнее почти никогда они так же здорово их искать не умеют как библиотекари. Вот это что касается выбора книги. Далее следующий у нас был пункт регистрации и рассылка. Вообще те, кто работали в Zoom или у кого дети ходили в школу на этой платформе или на любой другой онлайн платформе хотя бы раз досталкивались с таким явлением как спам. И это крайне неприятно, потому что спам в Zoom он не только мешает, но еще и как правило неприличный. То есть спамеры подключаясь к чужим занятиям могут включать неприличные какие-то картинки, какие-то отвратительные неприличные видео, писать на доске маты и так далее. То есть очень важно научиться быстро блокировать такие вещи. Как не допустить попадания спамеров на занятия, на встречу онлайн-клуба? Ну, просто ссылка на эту встречу, она не должна размещаться в открытом доступе в социальной сети. То есть если написать ВКонтакте, а вот завтра у нас заседание онлайн-клуба все заходим по такой ссылке, то я вам 90% дам вероятности, что зайдет какой-нибудь спамер, все вам испортит, а потом еще будут жалобы от родителей, как такое допустим. Поэтому нужна регистрация и нужна рассылка, и ссылка на участие будет именно в этой рассылке. Подготовить простую форму для регистрации участников несложно, это либо Google Docs, либо любой другой сервис. При регистрации участники указывают вам свои имена, возраст, контактные данные, или же если это маленькие дети, то понятно, что регистрировать будут родители, и это вам поможет как оценить масштаб бедствия, сколько детей будет в онлайн-занятии, так и предохранить вас от спамера. Нет, это, конечно, не 100% гарантия. Все равно может быть какая-то утечка, допустим, кто-то из детей на встрече решит не очень хорошо поступить и отправить эту ссылку спамером или самому выступить в качестве спамера. В общем-то вероятность этого далеко не так высока, даже очень низка, чем при размещении ссылки в открытом блоке. Накануне встречи мы обязательно по этим контактам, которые нам оставили при регистрации, отправляем рассылку, и в рассылке указываем всю нужную информацию. Во-первых, время и дата занятия. При этом не забывайте, пожалуйста, указывать часовой пояс. Если мы в Иркутске, то мы говорим только по иркутскому времени, если мы в Питере, то по питерскому времени, в Новосибирске. Ну, как бы понятно, поскольку онлайн книжные клубы там захотят принять участие люди из каких-то других часовых поясов, как правило. они могут зайти и обнаружить, что никакого клуба в 3 часа нет. А оказывается, у него это не 3 часа, а 6. Это важно. Второе, что мы размещаем в этом письме, это ссылка на вход, по которой он перейдет и попадет на нашу онлайн-платформу для встречи. Дальше мы обозначаем тему и продолжительность занятия. Мы будем говорить вот об этом на протяжении часа 30 минут. Вообще соблюдение тайминга очень важно, потому что онлайн-занятия во-первых, утомляют, во-вторых, будучи преподавателем, я заметила, что в онлайне многие вещи зачастую занимают больше времени, чем в оффлайне. Я это заметила не сразу, а после я научила, ну, как бы стала уже понимать, что в аудитории у меня бы это заняло 10 минут, а вот в онлайне я уже закладываю 15 на какую-то деятельность. Также в этом письме обязательно мы пишем список необходимого для занятия. Как правило, в онлайн-клубах дети играют в какие-то игры, это значит нужна ручка и блокнад что-то записывать. Если мы будем делать какую-то поделку, то это нужно написать, что, пожалуйста, там два листа цветной бумаги любого цвета и клей и ножницы и так далее. Ну и еще правила клуба. И хорошо бы делать рассылку еще и после встречи клуба. Как правило, на это уже не остается сил, времени, желания и так далее. Но если хоть маленечко сил, времени, желания и так далее осталось, вот стоит найти, собраться и сделать еще по итогам. клуба рассылку, где можно сделать резюм этом. А вот мы сегодня в такое-то время встретились, почитали вот такую-то книжку и там склеили такую-то аппликацию. У Ани очень хорошо получилось, а у Вася такой смешной комментарий был. Ну, то есть какие-то самые лучшие яркие моменты встречи отразить. и сказать, что а вот мы читали книгу про собак, а вот вообще есть еще очень хороший фильм про собак вот какой-то дополнительную полезную информацию дать. Что еще хорошо бы в этой рассылке после сделать? Это дать форму обратной связи или тематический опрос. Мы там, например, обсуждали с вами кто из героев вам нравится больше, там такой-то или такой-то, а вы давайте проголосуем мы посмотрим. Ну и наконец напоминание опять следующего занятия, что в следующий раз мы с вами встречаемся опять в среду опять в 5 часов и будем говорить про это. Да, это отнимает время, силы, но это то, что интегрирует ваш клуб и то, что мотивирует ходить на каждую следующую встречу. То есть вообще когда ведущему клубу не все равно, для него это важно для него самого интереса, то клуб с большой вероятностью сложится. И вот эта рассылка это как раз показатель того, что ведущему важный интерес. Вместо рассылки может быть альтернатива, это может быть общий чат в Телеграме или в Ватсапе или в том мессенджере, которым вы пользуетесь. Но тут можно столкнуться с, ну как бы электронная почта, она все равно у всех есть. А что касается мессенджера, то кто-то скажет, ой, у меня нет Ватсапа, мне пришлите в Телеграм, другой скажет, я вообще не знаю, что такое Телеграм, мне, пожалуйста, ВКонтакте, третьему еще что-то, и как бы, ну вот это совершенно невозможная ситуация. Если есть у вас там, все говорят, у нас у всех есть Ватсап, подавайте Ватсапе информацию, ну тогда нормально, тогда хорошо. Или у большинства, ну двоим можно сказать, ну уж, пожалуйста, установите вот этот мессенджер, информация будет там. А если кто влез, кто подрала, то лучше все-таки почтовую рассылку. Ну и по поводу рассылки в мессенджере напомню, то, что Ватсапе вот как присоединился, так и начинается история сообщений. То есть, то, что было раньше, человек не увидит. А вот в Телеграме, например, вся история сообщений с момента появления этого чата, она доступна. И даже если участник присоединился через три месяца после начала работы клуба, он может прочитать в чате, вот, что было в эти три месяца. Так что, вот такие особенности мессенджеров тоже имеет смысл учитывать. Дальше важный пункт взаимодействия с родителями и он, конечно, начинается уже на этап рассылки. Хорошо бы вообще и рассылку отправлять родителям. Но на самом деле это моя личная позиция. Мне всегда кажется, что главное все есть семья и взаимодействовать нужно с семьей в целом. Я, когда слушала встречи, проводившиеся ведущими онлайн-клубов для подростков, многие из них говорили, что вот онлайн-клуб это территория свободная от родителей, чтобы дети не стеснялись, чтобы они там высказывали, что хотели и они сами против участия родителей. Поэтому как бы у нас родители на встречи не допускаются, но они могут читать, например, группу ВКонтакте, где мы описываем тему или еще что-то. Ну, то есть, как бы варианты участия родителей могут быть разные, но как минимум, что важно сделать? Важно поделиться контактами, что у нас вот такой-то клуб работает на такой-то платформе, такое-то время, такой-то ссылки, чтобы родители понимали, куда их ребенок в интернете ходит, так же, как родители должны понимать, куда их ребенок ходит не в интернете. второе, если у нас есть какие-то специфические темы, тоже мы об этом предупреждаем, например, мы там читаем страшилки, или мы читаем сложную книгу, в которой кто-то умер, а родители понимают, что для их ребенка это будет травматично, или у нас есть дети из религиозных семей, для которых как бы тоже не все тексты приемлемы, вот о таком обязательно иметь мысль предупреждать родителей, чтобы они понимали, что да, на это занятие мы ходим, а это мы, наверное, пропустим. Также, если родители какие-то интересные, классные, что-то могут такое рассказать, я не знаю, если там папа у ребенка летчик и готов рассказать детям об этом, или еще какая-то интересная профессия, то всегда хорошо привлекать родителей в качестве дополнительных спикеров, чтобы они рассказывали о своем каком-то интересном профессиональном или жизненном опыте, кто-то альпинист, кто-то здорово готовит и так далее. Ну, наконец, конечно, отвечаем на вопросы родителей, когда они что-то спрашивают по книжке, по занятию, по тому, как ведет себя ребенок, это отдельный пункт большой в работе книжного клуба, особенно онлайн, потому что одно дело, там ребенок пришел в библиотеку и сидит с группой и библиотекарем, а онлайн он сидит у тебя дома, это как-то все в открытом доступе, как бы важно максимально прозрачно делать и комфортно для всех участников процесса, родители, они участники всего того, что происходит с этим. следующий вопрос важный это собственно читать на занятии в клуб или не читать, а только обсуждать. И это опять же зависит от вашей личной позиции, от того, какая у вас аудитория, потому что можно делать и так, можно делать не так. Есть клубы, в которых вообще не читается, все приходят с уже прочитанной книгой, все приходят только обсуждать. И все время клубы это только обсуждение книги и какие-то другие активности. А есть такие клубы, в которых одно занятие библиотекарь или не библиотекарь, другой ведущий читает вслух, а на следующем занятии мы обсуждаем. Есть клубы, в которых участники читают или по ролям, или по очереди. Ну и самый распространенный, на мой взгляд, вариант это часть времени отводится на чтение текста вслух, часть времени отводится на обсуждение. При этом тут важно вывести на экран сам текст, чтобы дети могли следить за ним. И так выигрывают все участники процесса. Некоторые дети любят читать, они будут читать, некоторые любят слушать, они будут слушать просто расслабленно, следить глазами для текста. Кто-то вообще любит смотреть, это тоже отдельная история. Ну или в зависимости от времени суток, вы знаете, что дети уже 7 уроков просидели онлайн занятий, ну тогда мы не выводим текст онлайн, а говорим, что они дают отдых глазам, мы просто сидят и их чая слушаем. Там 20 минут читаем, а еще 40 мы обсуждаем и делаем что-то еще. Каким вообще образом выводить текст на экран? Ну тут опять же кто-то просто выводит файл с текстом, обычный текстовый файл ничего особенного. Кто-то находит PDF-ки с иллюстрацией, ну например некоторые издательства полностью выкладывают книги онлайн как издательство Настей Никитов. Можно зайти на их сайт и эту PDF-ку читать. Можно использовать библиотечные архивы, да, в Национальной электронной детской библиотеке довольно много выложено современных книг, которые тоже можно открывать и читать. Так что, ну как бы варианты очень разные доступны. Было бы желание пользоваться этими вариантами. Конкурс книгу РОА также, да, тоже все выложено онлайн, но там без картинок. Подросткам подойдет, маленьким не подойдет. Это что касается текста, ну и я вам напомню о гениальном изобретении человечества, таком как диафильмы. И диафильмы, они сейчас практически все уже оцифрованы, тоже выложены в открытый доступ в той же Национальной электронной детской библиотеке. Вот слушайте, вот хоть про Колобка, хоть про Парижскую коммуну, хоть про ядерную физику, вообще про все можно найти диафильмы. И диафильмы работают такой стереотип, что только с маленькими детьми, на самом деле нет. На самом деле я знаю, что со школьниками прекрасно читают диафильмы про Шерлока Холмса и какие-то еще, но потому что диафильмы это что-то между мультфильмом и комиксом, да, или я не знаю, комиксом и художественным фильмом, но тоже какой-то такой похожий вид изобразительного искусства, но это искусство, оно в общем для всех, для всех интересное зависит только от темы, для взрослых интересных масса диафильмов. То есть тут опять же нужно не полениться и найти подходящее для своей аудитории диафильмы. Что мы делаем, какова вообще структура занятия, да, структура любого занятия всегда почти состоит из трех частей. В онлайн-клубе что может быть в начальной части? Это мы напоминаем правила, мы знакомимся, здороваемся и мы озвучиваем тему, чем мы будем заниматься. Про правила я уже говорила, про представление темы тоже все ясно, про знакомство я скажу дальше отдельно. Основная часть, она может предполагать чередование разных активностей. И понятно, что чем младше у нас дети на клуб пришли, тем чаще нам нужно чередовать с ними активность. И мы не можем 20 минут подряд без перерыва читать. А вот тем, кто постарше, уже можно. Но надо ли это делать. Надо или нет, мы отвечаем в зависимости от того, что мы читаем, на какую тему, какой у нас текст и какие у нас дети. Но важно только понимать, что мы это учитываем. Возраст аудитории и ее способность сколько-то минут заниматься непрерывно одним и тем же делом. Какими, что может входить в основную часть? Ну, в общем, все примерно то же самое, что может входить в основную часть при работе клуба не онлайн. Да, даже если мы собираемся внутри библиотеки, что у нас может быть? У нас может быть чтение, у нас может быть мастер-класс, мы что-то лепим, рисуем, раскрашиваем, у нас может быть игра, у нас может быть свободная дискуссия, мы можем посмотреть короткое видео, провести викторину, порисовать, встать, попрыгать, как зайчики, сказать презентацию дополнительную к чтению, посмотреть диафильм, послушать выступления гостей. Ну, вот любая абсолютная из этих активностей, она возможна и в онлайн-клубе. Как правило, вылезают любые три, да, допустим, чтение, свободная дискуссия и игра, чтение, мастер-класс и викторина, чтение, выступление гостя и активная пауза. то есть, на мой взгляд, три это оптимально, три по десять минут. Ну, тут надо смотреть по времени, какая активность, сколько занимает. На самом деле, по-моему, приходит просто с опытом. Ну, наконец, заключение какое-то, оно, ну, тоже всегда должно быть более-менее стандартным. Мы подводим итоги обсуждения, мы говорим, что да, вот мы обсудили и вот многим понравилось и двоим не понравилось. Или там прозвучало много разных мнений. Ну, в общем, как-то завершаем. Потом мы можем какую-то такую строить типа выставки, да, просмотр, а что мы сделали за это занятие. тоже такое своего рода подведение итогов. И делаем оно в следующем занятии. И давайте в следующую утрену мы встретимся и поговорим вот об этом. Ну, то есть, опять же, заключение такое же, как если бы у нас было занятие в плане. Ну, и какие-то базовые вещи, о которых уже, конечно, все знают, поскольку мы уже онлайн довольно долго работаем, не забывать о бытовом комфорте. Это очень важно именно при онлайн-клубе. Это когда ребенок учится в школе, он должен сидеть за столом, с ровной спиной, на стуле и, ну, как бы, и так далее, со всеми вытекающими. Когда у ребенка онлайн-клуб, ну, не нужно этого требовать. Там можно лучше сидеть на фитболе или на кресле груши. Это менее травматично для позвоночника, да, менее статичное положение тела. Можно там всем обязательно наливать чай с печеньем. Это такой ритуал для всех участников онлайн-клуба. Вообще, избегаем статики. В ходе занятия какие-то организовываем динамические паузы. Да, 14-летним подросткам, конечно, динамические паузы не сильно нужны. Когда у нас 7-8-летние дети, без этого вообще невозможно. Ну, и, наконец, соблюдаем тайминг. Я уже говорила, на онлайн-занятия группа всегда оптизает меньше, чем на оффлайн. И на это поэтому закладываем какие-то дополнительные минуты. Дальше. Когда у нас начало клуба, нам нужно всех познакомить. Тут возможны десятки разных игр. Я только про некоторые скажу. Либо которые сама пробовала, либо которые услышала вот в этих самых выступлениях от участников группы модераторов книжных клубов. Что можно сделать? Можно, если у вас есть платный зум, то разделить участников по виртуальным комнатам по 3-4 человека, дать им задание на 5 минут, потом снова всех собрать вместе и послушать просто к чему они пришли. Например, дать задание, найти, что у вас у всех общего. Или попросить их всех рассказать друг другу по одному смешному анекдоту, выбрать самый смешной и рассказать его всем. И так далее. Ну то есть какие-то такие задания, которые провоцируют на общение. Ну и даже зачастую не нужно вот этого разделения по виртуальным комнатам. Если не больше 10 человек собралось, то и так можно не разделяя то же самое устроить. Еще один вариант это опрос по следующим обсуждениям. Например, каждому попросить личным сообщением ведущему встречи прислать ответ на вопрос «Какую книгу ты возьмешь на необитаемый автор с собой? Или вообще какие вещи ты возьмешь на необитаемый автор?» Ну а если вы там читаете книгу про собак, то «Как бы ты назвал свою любимую собаку?» или «Какая у тебя любимая собака?» Если книжка про птицу, то «Какой птичкой ты бы хотел стать?» То есть это может быть абсолютно любой вопрос, который вы потом обсудите и найдете поводы для шутки, ну и единственное, что не обидно ни для кого, и для того, чтобы все поговорили. Ну и наконец самопрезентация, ну не так, что «А вот теперь расскажи о себе». Не всегда ребенку вот это просто взять и рассказать о себе, даже взрослому не всегда просто. а себя презентовать через что-то, вот это у них уже получается. Например, «А вот покажи сейчас книгу, которая у тебя лежит на столе». «Давайте каждый из нас сейчас покажет книгу, которая у него лежит на столе». Или «А давайте каждый из нас покажет свою любимую вещь». Ну и дальше у них уже начинается общение. «О, там у меня тоже такая книга есть». «О, это у тебя вообще что такое?» «Ух ты, там я тоже себе такое хочу». «Ой, да у тебя кошка». Какие-то беседы, как правило, на этом завязываются. Я не могу сказать, что это на 200% всегда и со всеми работает, но почти всегда и с большинством такого рода крючки они они работают. Ну, дальше я говорила про то, что важно определиться с книгой и темой, но тут мы, конечно, разбираем любой текст, который мы хотим читать с детьми по темам и думаем, что вокруг него можно сделать, исходя из тех вариантов активности, которые, возможно, у нас на клубе. Я взяла вообще любую случайную книгу и на ее примере, но это я думаю, что каждый, кто готовил какое-то занятие с детьми может это сделать по книге. Ну, вот как дарил моя семья и другие звери, я думаю, что многие ее читали, что можно сделать. Познавательную презентацию или короткое, очень короткое, это важно, видео про остров Курфу, где происходит действие книги или про любого из упомянутых животных. Мастер-класс это можно лепить или сделать аппликацию. Можно сделать рисунок. Помним, что в одной из глав Джерри дарил лодку на день рождения, он ее раскрашивает сам и придумывает ей название. Тут тоже каждый может нарисовать лодку, пока вы, например, читаете вслух главу и придумать ей название. А потом мы там покажем в камеру эти рисунки и обсудим. Можно сделать такую викторину, вырезать кусочки из фотографий животных, чтобы по этим кускам дети догадывались, что за животное. Или там по следам, или по рисункам на шкуре. Можно, что касается активности, можно там немножко театрального действия добавить, попросить изобразить персонажей книги, попросить изобразить животных книги. можно привезти дополнительную информацию о книге, показать фотографию с этими дарилами. Ну и если есть какой-нибудь специалист по живой природе, конечно, его можно пригласить в качестве гостя. Ну и собственно любая книга, она так или иначе раскладывается по каким-то таким вариантам занятий. Мы выбираем два или три из тех, которые нам кажутся подходящими за свою аудиторию и запускаем их в программу клуба на этот раз. Игры какие могут быть во время занятий. При этом что важно? Я уже говорила, что мы встречаемся в первую очередь для общения и самовыражения, во вторую очередь для книги. При том, что у нас книжный клуб, ну это так. Поэтому хорошая новость состоит в том, что игры не обязательно должны быть прямо вот так уж связаны с темой занятия. Они могут быть просто коммуникативными в качестве паузы. Вот сейчас мы почитали, обсудили какие-то вопросы по книге, а теперь давайте поиграем. Ну а в конце мы еще посмотрим какую-то познавательную презентацию, попрощаемся и разойдемся. Вот игры достаточно распространенные. Если нужно что-то пояснить, что это, как в это играть и как в это играть онлайн, пожалуйста, напишите в чате. Только пожалуйста не спрашивайте меня, как играть в мафию, потому что про мафию очень много руководств в интернете нужно найти и я еще сама не слишком люблю. А если нужно дополнительно пояснить правила как играть я никогда не в занетке, кто я, у меня есть хомячок или подарок, отметьте пожалуйста в чате я расскажу. Что-то в чате никто не пишет, давайте тогда про хомячка. Я знаете что, я включу камеру, меня видно или нет, поскольку это лучше показано. Хорошо, я тогда попробую описать. Это игра, где как бы продолжается история. Один участник говорит, у меня есть хомячок и у него вот такие ушки и он показывает на себе. следующий говорит, у меня есть хомячок, у него вот такие ушки и вот такой хвостик и показывает вот какой. Третий говорит, у меня есть хомячок, у него вот такие ушки и вот такой хвостик, он любит Пушкина. Четвертый говорит, у меня есть хомячок, у него вот такие ушки, показывает эти ушки, вот такой хвостик, показывает хвостик, он любит Пушкина, еще у него красная рубашка. Ну и так далее, То есть вот этот хомячок, он обрастает все новыми и новыми подробностями. Когда, наконец, вы уже запутались и не можете эти подробности запомнить, наступает следующий этап игры, это нарисовать этого хомячка, получается совершенно адское существо, ну и ужасно смешное. То есть реально это такая игра, в которой все в итоге начинают смеяться, потому что, во-первых, представляешь себе вот этого хомячка, это, конечно, может быть не хомячок, это, конечно, может быть кто-то еще, но с хомячком действительно смешнее. То есть когда начинаешь представлять этого хомячка, а потом еще видишь эти изображения, ну это действительно очень смешно. Но понятно, что игра для детей примерно от 10 лет. Подарок это такая игра попроще, она на работу воображения. Это когда вы просите их всех подарить виртуальные подарки друг другу. Ну, как бы, когда они сидят рядом на стульчиках, то понятно, что ты даришь такой подарок тому, кто рядом с тобой. А когда они онлайн, то какую-то очередь обозначаете. Вы говорите, а вот сейчас Леша там подарит подарок Саше, да, а Саше потом Васе, а Вася Марине. Как дарят подарки? Там Вася говорит, Марина, у меня есть красная коробочка с красным бантом, в ней лежит самый замечательный подарок, я хочу тебе его подарить. Марина говорит, ой, я всегда хотела эту красную коробочку с таким красивым бантом, о боже, в ней лежит апельсин, я как раз его сейчас хотела съесть. Ну, затем Марина говорит, да, а у меня есть огромный круглый пакет шуршащей бумаги, я дарю его тебе, Витя. О, классно, внутри мяч, я люблю футбол. Ну, то есть они сами придумывают, как выглядит их подарок, а тот, кто получил якобы этот выдуманный подарок, он сам придумывает, что у него внутри. И таким образом они как бы друг другу говорят что-то хорошее, да, и при этом они что-то рассказывают о себе. То есть это вот психологически такая хорошая игра. Кто я? Здесь понадобится ручка и бумажка. Я думаю, что многие играли, она, когда играешь в нее в аудитории, то каждый на лбу пишет и на какого-то персонажа известного. Я, Алиса, там у одного, Алиса в стране чудес, у другого там еще кто-то. При этом ты знаешь всех остальных персонажей, а какой у тебя персонаж, ты не знаешь. А потом все задают вопросы, там, я из русской книжки или из зарубежной, или там, а я девочка или мальчик, для ее животное, там, а я, ну и так далее. И нужно догадаться, какой ты персонаж. Вот онлайн, почему понадобится ручка и бумажка, потому что, ну, как бы, ты сам не должен знать, какой ты персонаж. Поэтому, когда решают, а каким персонажем будет, допустим, девочка Марина, она в это время отключается от чата, а все остальные записывают. Там Марина, Алиса в стране чудес, да. Потом Марина возвращается, уходит там Даша. И все решают, что Адаша будет красная шапочка, да, Вася будет Питер Пэн и так далее. Ну, то есть, когда в итоге все, все роли распределены и все вернулись в чат и готовы играть, вы знаете всех персонажей, кроме себя, они у вас записаны. Ну, и, конечно, ведущий тоже участвует, ну, и дальше все по очереди задают вопросы. Вы устанавливаете эту очередь, там у нас шесть человек, и там по очереди спрашивают, Вася там, Ваня, Марина, Даша и так далее, кого-то мне еще придумало. Ну, и в итоге каждый должен догадаться, какой именно он персонаж. Ну, здесь не всегда литературные персонажи, кто-то играет просто с какими-то известными в профессии, там, кого-то назначают продавцом, кого-то банкиром, кого-то дворником, кого-то учителем, ну, и вот нужно догадаться о какой-то профессии. Ну, то есть, тут самые разные варианты загадок могут быть. Ну, надеюсь, в целом понятно, да, ну, если не понятно, вы, пожалуйста, напишите, я постараюсь письменно объяснить или скинуть ссылку на описание, потому что игры достаточно распространенные. Активные паузы. Ну, тут тоже все более-менее понятно. Мы либо встаем и делаем что-то все вместе, а сейчас там встанем и поприседаем с вами, да, или мы какие-то игровые варианты активности придумываем, например, что-то нам не хватает лета, хочется чего-то зеленого, а, пожалуйста, найдите, принесите какую-нибудь зеленую вещь. Ну, тут, по идее, ребенок должен скачать из-за компьютера, побегать по квартире, найти что-то зеленое, принести, показать вам в камеру. Или там найдите три вещи на бок рука, или там что-то подобное. Ну, и, опять же, активность, она может определяться сюжетом того, о чем вы читаете. Если вы читаете о путешествии, то путешественнику там надо пойти пополнить запасы. Пожалуйста, пополните пищевые запасы, сходите на кухню, возьмите там себе яблоко. Если вы читаете про что-то морское, то можно всех отправить, там, драйвить палубу, да, или, ну, что-то подобное. Эти активности, они не должны быть очень долгими. Почему не должны? Потому что, во-первых, 20-30 секунд достаточно, чтобы глаза немножечко перестроились, расслабились, и, ну, как бы и мышцы тоже. Во-первых. Во-вторых, если пауза затянется, ребенок просто выпадет из занятия. Тоже ничего хорошего. Поэтому вот короткие динамические паузы, две-три занятия, в зависимости от возраста участников, имеет смысл включать занятия. Хотя не все ведущие любят такого рода активности, и бывает, что обходятся без них. Дальше. Обсуждение книги. Иногда бывает, ну, как бы, когда во взрослый книжный клуб приходит, что, понятно, там все хотят обсуждать книгу, все хотят высказаться, все друг друга перебивают. Вот дети иногда не знают, о чем про книгу сказать. Ну, прочитал, ну, да, понравилось, интересно. Ну, как бы, и все. Есть масса детей, которые за пределами вот этого прочитал, понравилось, интересно, или прочитал, не понравилось, неинтересно, сказать, не знают, что сказать. Поэтому, ну, как бы, нужно включать разные какие-то крючки, крючки и стимулы к обсуждению. Например, у нас там несколько ярких героев. Можно предложить, сказать, за какого ты героя проголосовать, выбрать, выбрать лучшего вот таким, в общем, голосованием самого классного героя, да. Если у нас книга такая, вообще, сильно значимая в культуре, то, скорее всего, на ней очень много иллюстраций. И здесь можно обсуждать книгу через иллюстрацию, показать 10 вариантов изображения «Алиса в стране чудес» и попросить сказать, а какая нравится больше и почему, да. Ну, самое, то, что чаще всего просят, ну, работают с подростками, это параллели с собственной жизнью. Поступил бы ты так, или ты бы так не поступил, а было ли у тебя так в жизни или не было. Ну, и, наконец, работа с цитатами. Сейчас я расскажу варианты, как можно работать с цитатами. Ну, это вот, да, выбор любимого героя, кто вам нравится больше. Самый простой, очевидный пример, а так, примеров, конечно, десятки, и они будут диктоваться тем текстом, с которым вы в данный момент работаете. Или вот иллюстрация, да, какая Алиса, настоящая Алиса, как она вообще выглядела, эта самая Алиса в Стране чудес. Иллюстрации Алисы, там сотни и сотни вариантов, тут проблем не возникнет. Ну, конечно, не к каждой книжке так много иллюстраций, так что вот это только к тем, которые много иллюстировали. Ну, и, наконец, работа с цитатами. Тут несколько, опять же, очень распространенных игр, их и с детьми, и со студентами, и со взрослыми людьми постоянно используют. Я просто про них напомню. Шляпа с цитатами – это то, что ведущий готовит заранее. У нас есть несколько интересных цитат, вы предлагаете их обсудить. Ну, понятно, что в аудитории цитаты пишутся на бумажке, и участники вытягивают их непосредственно из шляпы, ну, вы, конечно, делаете не так, вы просто просите назвать, там, у меня есть шесть цитат, какую ты хочешь, да, он говорит, вторую. Вы делитесь в чате соответствующей цитатой, вот ребенок ее читает и говорит, нравится, не нравится, понравилось, не понравилось, высказывается. Ну, дальше они просто уже по цепочке начинают высказываться, там, а я вот не согласен, а мне кажется вот так, и так далее. Дальше, лучшая и худшая цитата – это когда вы заранее просите их, если заранее книжка читалась, вы просите их поделиться, выбрать для себя лучшую и худшую цитату. И когда мы уже все встречаемся на обсуждении, у каждого есть две эти цитаты. Ну, и вы просите поделиться, не говоря, какая лучшая, какая худшая, а потом группой просто смотрите эти цитаты и все вместе выбираете лучшие и худшие. Или же наоборот, да, можно попросить поделиться своими любимыми цитатами, сказать, какая лучшая и худшая, и дальше уже обсуждать, соглашаться или не соглашаться. О заглашке это, когда вы какой-то фрагмент текста даете и просите придумать заголовок. Каждый придумывает свой заголовок и рассказывает, почему ему захотелось именно такой заголовок. Одним словом, это, кстати, здорово работает, недавно со студентами по фильмам мы это делали, когда мы обсуждали фильмы на историческую тематику, и они смотрели несколько фильмов, и по каждому я попросила придумать одно слово, которое, по их мнению, воплощает суть этого фильма. И потом я сделала облако слов из этого, ну, и мы посмотрели результаты, это было достаточно интересно. Но если это взрослые дети, можно продолжить эту работу, можно попробовать попросить их сделать ментальную карту на основе этих слов. Ну, это совершенно не обязательно, это уже скорее такое учебное задание, да, для клуба, куда приходят, собственно, скорее получить удовольствие, чем как на учебную деятельность. Хотя она в клубе, безусловно, есть в какой-то степени. Ну, ментальную карту не обязательно просить составлять. А вот выразить одним словом, а потом посмотреть, совпадают у нас эти слова или не совпадают, в принципе, вот это бывает интересно. Что еще можно? Это поменяемся вопросами, да, когда каждый формулирует свои вопросы и присылает в чат ведущему. А потом группой в режиме свободной беседы мы обсуждаем эти вопросы. Или мы просим участников задать вопрос любому из группы. Я там хочу спросить Дашу, а как ты, Даша, думаешь, почему вот эти девочки поссорились в книжке, да, или, ну, или еще что. Ну, и, наконец, делимся текстами. Это в том случае, когда участники читали дома разные тексты, ну, каждый, соответственно, на встрече представляет свой текст и говорит ему основные плюсы, основные минусы. Ну, а потом сообща выстраиваем. Типа, кому что захотелось почитать из того, что в группе рассказывали. Что еще с текстом? Можно составлять инструкцию, опираясь на текст. Если мы читали какой-нибудь смешной рассказ про первоклассника, ну, в общем-то, можно всем вместе придумать правила первоклассника. Да, если мы читали историю про то, как кто-то заблудился в лесу или наоборот не заблудился в лесу, очень хорошо у него там все было в лесу, можно сформулировать правила, что нужно, что не нужно делать в лесу. Если мы читали про школу, то можно там, какой должна быть хорошая школа. Вот это все ведущий записывает, потом это можно выложить в чат или в рассылку включить и так далее. Можно придумывать, что было дальше. То есть с теми же самыми героями какую-то альтернативную историю, каждые один-два предложения. Вот у нас была история, в которой там принц, принцесса, их собака, их лошадь и их старенькая бабушка. Вот давайте подумаем, что они делали в это воскресенье. Можно пересказывать историю от лица другого персонажа. И это не обязательно вообще по теме, которую мы сейчас изучаем. Это может быть отдельная игра в качестве такой паузы. Типа вот давайте вспомним про красную шапочку и расскажем ее от лица волка. Ну и наконец можно представлять участников встречи, героями книги и просить их давать интервью. Вот давай ты, Вася, будешь принцесса, а ты, Маша, будешь старый сварливый король, а ты там, Ваня, будешь их старенькая бабушка. Это может быть очень смешно. А может быть наоборот совсем не смешно, а получится серьезный разговор об этом. Ну и в завершение встреч, я уже говорила, что встреч, ну как бы важно, чтобы вступление и завершение каждую встречу были более-менее похожи. Чтобы складывался такой любимый ритуал. Вот я всегда прихожу в этот онлайн-клуб, там мне интересно, там мне комфортно. И вот он вот такой. Ну то есть вот задавать какие-то повторяющиеся важные вещи. Какой может быть повторяющаяся концовка? Например, мы всегда в конце показываем какую-нибудь красивую картину. Или мы всегда в конце читаем стихотворение. Или если у нас какой-то такой клуб больше познавательный, то мы какой-нибудь неожиданный факт о ней сообщаем. Или мы просто в рамках свободной беседы говорим, ну как бы все, поговорили, и давайте поделимся планами на завтра. Или просто какие-то добрые пожелания друг другу формулируем. Ну то есть хорошо, если будет придуман такой ритуал. Что еще важно? Важно заканчивать вовремя, не затягивать. Ну то есть вот, если вы говорили, что ваш клуб будет полтора часа, он и должен быть полтора часа, не надо его растягивать до двух. И, ну и конечно, пусть никто не уйдет обиженным, но это правило актуальное всегда и везде, хоть в онлайн-клубе, хоть в клубе, который мы проводим в аудитории. Ну то есть обращаем на это внимание, создаем безопасное пространство общения. Ну вот это все, что я для вас сегодня подготовила. Надеюсь, какая-то из этой информации пригодится. И возможно мы в дальнейшем продолжим развивать эту тему. И что-то еще интересное я наеду, а может быть кто-то еще поделится своим опытом ведения онлайн-клуба. Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, если есть вопросы, комментарии, и пожелания, будем рады видеть здесь или в группе Вики Сибириады. Ну, в общем, кому где удобно. Следующая наша встреча состоится через две недели. Мы подведем книжные итоги года, посмотрим новинки за последний месяц. Ну, пожелаем друг другу хорошего, хорошего, веселого Нового года. Всего доброго всем, здоровья.